Привет, друзья! С вами Шин Идаром. Пишем для вас небольшой обзорчик на колеса свежие модели Митаса. Ну как свежие, 19-го года. Митас решил переделать всю линейку, можно сказать, куча моделей ушла с производства. Про что сегодня хочется рассказать? Это MXMH и MXSM. Что такое MXMH? Это у нас Medium и Hard, средний и твердый грунт. Что такое MXSM? Это Soft и Medium, то есть мягкий и средний грунт. Что по ним можно рассказать? Если просто визуально, покрышки достаточно похожи друг на друга. Из отличий. На MXMH мы видим более жирные шипы, грунтозацепы. На боковых грунтозацепах присутствуют углубления, то есть крайний ряд и ряды ближе к центру. Здесь присутствуют углубления в центре шипа. У нее есть преимущество при сыпучих поверхностях, то есть твердая какая-то сыпучая поверхность, присутствует пыль, мелкие какие-то камешки. То есть есть у нас пятно контакта какое-то, вот например, это поверхность. Если же у нас между покрышкой и поверхностью попадает какой-нибудь камешек, получается эффект подшипника. То есть покрышка на этом камешке едет дальше, катится. Камешек крутится и покрышка поехала, сцепления нет. Что происходит с этими углублениями? Углубления как бы отлавливают камешки, то есть вот мы едем. Между поверхностью и покрышкой у нас попадает камешек, он попадает в это углубление и покрышка цепляется за грунт. То есть зацеп благодаря этим углублениям на твердом сыпучем грунте будет лучше. Рассказали мы про MXMH. Вообще, в принципе, моделька похожа на кучу других моделей. Тот же самый Michelin Tracker последний. Похожее расположение грунта зацепов. Свежая модель. Та же самая Pirelli Extra X и вообще куча моделей у марки Pirelli строятся именно по такому принципу расположения грунта зацепов в шахматном порядке. На MXSM таких ямочек нету. Но здесь у нас присутствует сложная форма шипа. То есть шипы острой формы, как здесь, так и здесь, и здесь тоже. Улучшают сцепление и улучшают зацеп. На мягком грунте и на жиже. MXSM. Эта покрышечка у нас рассчитана на мягкий грунт и на средний грунт. В чем еще у нас основное отличие MXSM от MXMH? На MXSM у нас грунт зацепы расположены рядами. И между ними есть вот такое вот большое пустое пространство. На MXMH грунт зацепы расположены все в шахматном порядке. И большого расстояния, как на MXSM, на MXMH нет. То есть есть здесь вот пустое место, здесь пустое место, ну и дальше. А на MXSM пустое место очень большое. Что происходит? На мягком грунте покрышка с большими пустыми местами очень хорошо цепляется. Такая же покрышка на мягком грунте будет забиваться просто. Эти места заполнятся рыхлым грунтом и покрышка будет мылиться. Отсюда же куски рыхлого грунта, так как они будут иметь большую общую массу, будут вылетать. Здесь же они могут залипать. Поэтому MXSM будет иметь гораздо лучшую способность к самоочищению, чем MXMH. Ну а что про них сказать, чем можно? По высоте грунта зацепов покрышки одинаковые. По ширине. Сейчас мы их рядом поставим, посмотрим. Покрышки тоже одинаковые. В принципе, размеры у них одинаковые. 110 на 100 на 18. Поэтому, если бы они были разные по ширине, это было бы странно. Двигаемся дальше. Еще у покрышки есть направление. Здесь видно, что есть как бы такая елочка. Сразу скажу, что MXMH направление имеет. Здесь даже можно увидеть стрелочки, судя по которым, мы можем ставить покрышку как в одну сторону, так и в другую. То есть покрышка стояла в одну сторону, чуть-чуть подработалась, грани у нее стерлись. Мы ее переворачиваем и погнали кататься на ней в другую сторону, и зацеп будет такой же хороший. На MXSM такое дело не прокатит, потому что покрышка направленная. То есть есть здесь стрелочка с надписью Rotation. Rotation это значит вращение. То есть мы ставим стрелочками по направлению вращения. Можно подумать, что елочкой вперед, но нифига не так, елочкой назад. То есть покрышка будет загребать. Вот так вот она будет делать. Загребать. Как лопастью будет она работать. Так вот, в общем видно, да, отличия MXSM и MXMH. Мягкий средний грунт, средний жесткий грунт. Все любили покрышку C20 от Митаса. Вот собственно MXMH это ее замена. MXSM тоже заменила нас кучу моделей. C12, C18 и прочие. Для наилучшего понимания, мы возьмем сейчас еще пару колес. Есть у нас вот такой данлопчик. Это MX71. Здесь тоже у нас присутствуют ямочки на грунтозацепах. Если сравнивать эти два колеса, то боковые грунтозацепы на 71 расположены более часто. В центре примерно расположение похоже. И насыщенность шипами на 71 покрышке от данлопа немного более плотная. Дальше. Еще у нас вот такой гость для обзора появился. Это данлопом X12. Покрышка создана для мягкого грунта, для песка, для грязи. В простонародье ее называют лопатой. Она совершенно голая, из люча. То есть здесь большую часть у нас занимает пространство между лопатками. То есть вот она пошла лопатка, которая хватает грязюку или песок. И большое расстояние просто голой покрышки. Захватывает кучу грязи и кидает того, кто едет сзади. Если говорить о пятне контакта. Допустим, вот тут у нас поверхность. Мы ее приложили. На твердом грунте будет иметь преимущество та покрышка, у которой больше площади контакта с твердой поверхностью. Так, теперь сравниваем с... Все руки уже в этом дерьме. Короче, на покрышках есть какой-то консервант, который разъедает руки. Вот, у меня уже разъедает. Такой же пример. То есть, что будет, если мы будем кататься на такой покрышке по твердому грунту? Зацепа ни хрена нету. Потому что пятно контакта будет вот. Одна сраная лопасть. Узенькая она очень. И она просто будет делать вот так вот, буксовать. Зато на мягком грунте она будет и вгрызаться, и просто адски цепляться. Что будет с покрышкой для твердого грунта на мягком грунте и на грязи? Она просто забьется. То есть, грязь залепит вот эти вот расстояния, и покрышка замылится. Она превратится в слик. Грунта сепов вообще не будет. Будет просто сплошная грязь здесь. Ну что, друзья мои, Dunlap MX71, Mitas MXMH, Mitas MXSM и Dunlap MX12 желают вам приятного вечера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok